И вот именно техногенную свою цивилизацию создавать, создавать, что когда она тут уже все выжмет, перепрыгнуть туда, и там уже будет, ну вот как Финьки говорили о благоденствии, там у них такое начнется, потому что здесь тот период, когда она высасывает развитие, как оптимального не может произойти, только на каком-то минимальном уровне, и потом уже переместиться туда, в тот земля обедованная, которую хотят евреи, это именно и есть та земля, это не карманы, которые они создают в нашей реальности, это именно то, куда она забрала, забрать их собиралась, и это реально как обетованная, там вот какие-то очень-очень высокие технологии, но туда были посланы как правители от нее, или как те, которые от нее пришли с теми, как это, технологиями, которые смогли развить цивилизацию без захвата этой цивилизации, просто они как дары принесли, развилили цивилизацию и ожидают, как пророчество она придет. Не знаю, вот это услышала, Илья. То есть, это технологии нет в той вселенной, это технология, она дала. Дальше они развились, изначально она дала технологии для развития, как толчок сделать, и дальше они просто развивались уже. Вот знаешь, если подарить там дикарям что-нибудь, они не обязательно его разобьют, они могут как-нибудь что-то сделать. Ну, она направлена, да. Да. Вопрос, зачем она выжимала там другие вселенные, там уже все готово на пожрать, то есть получается, запаски. Вот здесь запас пожрать, а туда поехать как на курорт, знаешь, бабки тратить, жить там уже нормально, чтобы там не жрать, там уже все полностью готово, потому что здесь оно не может все развиваться. Зачем ей развить или не развить, этого я тоже не понимаю. Потому что вечно прошивать ТОР нет смысла. Перестройка. То есть дальше уже был бы не эти большие корабли, кубы, а что-то квантовое, ну, другой уровень. То есть избавиться от этого всего и перейти на абсолютно новый уровень, а там уже этот уровень развития, если она здесь просто питается, высасывает людей, они не могут создать такой уровень, потому что у них не хватает ничего. Да, она им не дает развиваться. И, естественно, да, в принципе, логично, где-то на стороне, сторона, которая лояльна к ней, дать им возможность развиваться при этом, при этом не блокируя и не высасывая их. Ну, они не знают, какая она на самом деле. Ну, они пришли, как посланники от Роя, пришли с подарками от нее. Ну, я не знаю, скажи, тут подошли ничего. Да, их было воспринято как что-то хорошее, вот как перед Роснуков, как Мехия придет. Ну, давай сходим туда поговорим. Там есть кон? Я включил запись. Я понимаю, что он должен быть, но я его не могу найти нигде. Вот знаешь, как тух-тух-тух-тух, волны, и я его не вижу. Ну, вот идет картинка такая, как он с Мотом связан и какой-то голубой прозрачный. Скорее всего, что он как-то оцифрован или выведен из строя, не выполняют те функции, которые я должен выполнить. Да, это не вся Вселенная, это какая-то часть вот галактики. И вот как выкусанная, знаешь, как оторванный кусок от Вселенной, просто вот какая-то часть. Вот мне идет сразу, как яблоко откушенное, но это как эта часть выгравленная. Хорошо, пока поосвобождай кону, я сейчас приду. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Просто два солдата берут масона и доктор им насильно впихивает. Было интересно. Они чпукали, слопались. Сейчас проверим, это работает еще. Они какие-то зеленые становятся, язык у них вываливается, но плохо видно. Это для них как отрава, как яд какой-то. Потому что... Покажи эту красивую, я ее держу и пусть доктор ей заливает. Но она форма теряет. Но она форма теряет ли она стала как резиновая просто сдула. Замечательно. В ту вселенную доктора. Их ту вселенную поливал. Они такое впечатление, что поклоняются, там есть. Там как пирамида такая выстроенная. И прям ей вот это тело внутри пирамиды, и они ждут, когда прилетит, и вот туда целит. Интересно. Вообще, я в селе... Доктора туда. Свободная охота всем. Найди одного, и пусть он всех поет. И все квантовые компы. Чтобы из квазаров делать квантовые компы со струнами, которые наполняют эту тварь, а потом меня. Как пилит этот перебор. Это нужно наказывать. Странное дело. У них там целый культ какой-то. Я вижу на одной как пирамида и вверху. Там как корова или бык бык скорее золотой стоит. А у них чего? Вообще вот все, что как-то... Под копирку. Да, давай. А, да, увидал. Реально золотой, квантовый. Угу. Да. Я ломаю его нахер. Отрубаю бушку. Вот так и муравейники-то зашевелились. Пирамидальные муравейнички. Ой ты. Прелесть-то какая. Они же пытаются глазик даже всевидящее изображать. Глазик протыкаю. Знаешь, у нас тут этот был культ карго. Вот примерно они там все построили. Сидят же тут, когда к ним явится. Да. На самом деле все иначе. Джек Проношен, смотри, там нет, по-моему. Нет, они там чистые. Они там просто живут. Они как дикари, которым дали вот технологии какие-то. У них получилось это развить. Квартовые компики 32 уровня круче, чем у меня была игрушка. Почти. И дальше они просто сидят и ждут, когда к ним вот это вот прилетит. Угу. Я не знаю, что прилетит. Вот реально, как культ карго у меня идет. У меня уже не прилетит, уже прилетела я уже там. Теперь смотри, вот в эти пирамидки антивирус заливать я тоже себя заливаю. Там есть вирус, код вируса, я его стираю нахер. И пусть доктор и поливалки. Поливалки тоже антивирус вырабатывают и там поливаются. Вокруг пусть вот нажали. Страна, они что отправили, это вот ее сознание, чтобы... Ну вот это вот квантовые копии, это тело отправили, чтобы ее сознание нашло, и пришло к ним, они устали ждать или что это такое? Защищать они не пришли. Не смотри, что она пришла делать. Вон, ну, ты все. Я просто от них беру информацию. В поддержку роли смотри. Да, оно должно прийти сюда, и они уже как... Вот должны ее вызволить, и она уже в таком теле к ним должна прилететь. Сюда в поддержку, да. Пим-пим-пим вызвали. Ну, как в Таносе втором, это прилетает и расхерачивает корабль Таноса и его все войска. Да, расхерачивает. Но мы сейчас наделаем новый. Таносе немножко это... Кувырка... Голова. Даже не знаю, что с ними такими делать-то. Ничего. Антивирус. Поливалки в каждой планете. И размножаться внутрь. Замаскированы и антивирусом поливать. У них все программное исключение тоже на том же коде. На вирусном. Сейчас она все едет. И эти даже... Она даже не менялась, потому что эта часть как откушенная, а не как вынесены за скобки. Там видишь, там видишь, вот как слюда такая есть, чтобы туда пробиться. Вот смотри, ты говоришь, поливалка. Туда едет. И как сквозь слюду какой-то пройти нужно. Ну пусть слюду начнет поливать для начала. Ты все клантов это все на том же коде программного. Билус открыт. Вот снизу заходим и трогаем туда антивирус. Смотри, что происходит. Она рассыпается. Расстает, рассыпается, не знаю как правильно сказать. Расстает. Дальше уже пошло копирование. А дальше я стираю вирус. И все, и нового они не сделают. Начнут писать новые глобальные условия, а вторые уже другие. Они уже не приживут. Да, им нужно будет брать за естественный программный код. Все, что противоречит Тору, они не смогут взять за код. Они вынуждены будут взять что-то в гармонии со мной. Значит это переделать себя, сломать. Плюс это будет не опасно. Там какая-то пустота еще есть, посмотрите, что за пустота. Они как схлопнутые, они понимают, как свое брали, приготовили полностью, как очистили, полностью для того, что она придет своим наполнит. Вот там их него ничего нет, посмотри. Они полностью стерли свои. Почувствуй. Идеально это для нее было бы. Для меня сейчас исполнится. Пустоты не должно быть. Пусть там доктора заполняют синие, финьки, финьков туда пошли. Они сейчас уже с антивирусом напоенные. И плюс солнечные. Вот сейчас вот эта веселуха по вселенной. Они, знаешь, странно так, вот если они летят по пространству, идут, неважно. Такое впечатление, знаешь, как снег в глубокие лапки проваливается в пустоту. Бэнк, 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 лапками. Сейчас будет заполнить пустоту. Пустота была переформатированной плотностью. Вот у меня эта пустота. И плюс еще то, что мы схлопнули пирамиды всякие. Вот и всё. Что шлепнула мне на спину? Что-то скользкое, липкое, большое и зеленое. Что она делает? Пытается грызть. Грызть? Да ладно. Он от скафандра прилетел от тех двоих. Запоздал. Что она, липкое, зеленое, грызть, влезть в тебя? Аптечку попробуй. Смотри, это квантовый? Не видела никогда липкого, квантового. Лизунный, помнишь? Угу. Потерявший форму диагности. Вот что-то такое. Вот что-то такое. Только большое. Смотри, по-моему, она долго будет отвердевать, но в конце отвердения станет чем-то. Да, потому что они с меня мерки сняли, а ему говорят, так, отправим, примет форму. Я еще сидела гигикова тут, но уже тебе ничего не говорила. Хорошо, как гигикаешь, значит, опасности нету. Можно и погигикать, ладно. Работаем с защитой, что это пришло. Какой-то, да. Ну, где-нибудь копируется. Встраивается. Да, как сырой каучук, тебе вот так шибанули, пусть обтекает и сама затвердевает. Да, сопля. Потом он устроится, начнет копировать функции. А, вот и костюмчик новый. Хорошо. И я теперь знаю. Откуда наши дубли? Чем являются? Конец записи. Конец записи.